Здравствуйте, с вами Нестерович Екатерина и это новости in Poland. Сегодня в выпуске вы увидите, почему Врославнов превратился в крупную художественную галерею, как проходит фестиваль гномов в режиме онлайн, почему Луна Парк приехал на городской стадион и какие прелести и достопримечательности можно увидеть в столице Нижней Силезии. Движущие Муралы вернулись во Врослав на Додже. Врослав снова превратился в крупную художественную галерею, благодаря второму выпуску Киномураль, уникальному проекту национального и глобального масштаба, граничащего с кино и изобразительным искусством. Во время второго выпуска Киномураля зрители увидели почти 90 работ, 48 художников из 16 стран на пяти стенах многоквартирных домов во Врославе. Были показаны покадровые, мультипликационные и медитационные фильмы, а также абстрактные, экспериментальные и художественные работы. 3D-аднимация была показана впервые. Муралы снародились более 10 лет назад с моим братом Пётром, которым мы творим дуэт фильмовый, до которого потом доучила наша сиостра. Памятам, что дословно ездили по месту по Врославу. Это был час, когда Врослав был мощно поприкрыванный велкоформатными рекламами. Было то иритующее. Трести были generalне безсенсовные и мягкие. Мы начали смотреть на это все и думать, что там были прекрасные какие-то образы. Были места, где еще вызирают спод этих рекламы муралы с 60-ти, 70-ти, но не мы артистами пластиковыми, а фильмовцами. В «Самоходе» разговаривали, падало слово «мурал», «кино», «киномурал» и так на самом деле начало от названия, и эта названия попроводила нас дальше. Ну и есть «Киномуралы». Во Врославе «Движущие муралы» представили художники со всего мира, от США и Канады, Мексики, Венесуэлы, Китая, Южной Кореи и Японии до художников из европейских стран, таких как Франция, Италия, Финляндия, Германия, Венгрия, Швейцария, Беларусь, Украина и Польша. В этом году зрители увидели полный спектр различных видов анимаций, пробуждающих самые дремлющие фантазии. Иногда это была игра цвета и формы, а в другой раз трехмерная анимация. «Движущие муралы» были отражены в районе Надоджа на улицах Павлинской и Редегера с 19.30 до 22.00. В этом году в программу был включен новый раздел. Сразу после наступления темноты на стене на улице Павлинской, 16, появилась надпись «Пора спать» или «Подвижные муралы для детей». Помимо кинематографических фильмов художников со всего мира, Надоджа также увидела «Молочную среду» — феноменальную аудиовизуальную инсталляцию Врославского коллектива «Киномануал». Благодаря художникам со всего мира дворы Надоджа превратились в аудиовизуальный микрокосмос с искусством в главной роли. Хорошие новости для всех поклонников Врославского фестиваля гномов. В этом году фестиваль начался 14 сентября и будет продолжаться аж до 14 октября. Это месячный праздник почти 400 гномов Врослава, их друзей и возлюбленных. В связи с эпидемией участвовать в мероприятиях фестиваля можно будет только через интернет. Программа фестиваля в этом году очень разнообразная. Она включает сказки, челленджи, празднование дня рождения фестиваля, мероприятия в музеях Врослава, конкурсы с призами и, конечно же, фестивальная городская игра. На данный момент в рамках фестиваля проходит конкурс. Задание этого конкурса – отметить первый день рождения официального гнома фестиваля. Вы можете сделать памятную фотографию или произведение искусства пожеланиями для гномов в любой форме. Участие может принять совершеннолетний пользователь Facebook. Призами в конкурсе являются три камеры Intax Express и комплекты гномовых гаджетов от Управления по развитию города и туризма мэрии Врослава. Данный конкурс продлится до 28 сентября до 9 утра, поэтому спешите принять участие. Также начинается городская игра. Играть можно будет когда угодно. Вы можете пойти на прогулку в центр Врослава и выполнять задания гномов. Вы можете найти необходимую информацию, регламент и карты на сайте www.vroslav.pl или на сайте Facebook краснали.pl Вдобавок в субботу 19 сентября была показана онлайн-сказка «На помощь бабушке». А в воскресенье 20 сентября прошла онлайн-экскурсия с городским музеем «Страхи и мрачные истории в Рославской рыночной площади». Впереди еще много всего интересного, поэтому советую вам подписаться на страницу краснали.pl на Facebook, чтобы точно не пропустить этот фестиваль. Уже несколько дней взгляд людей, проходящих мимо стадиона Врослав, прикован к светящемуся после наступления темноты парку развлечений. Всех любителей вождения, не обязательно с правами, ждет автодром. Малыши могут попробовать свои силы в управлении, дети постарше потренироваться в движениях и рефлексах, а взрослые смогут вернуться к своим детским воспоминаниям, полным беззаботного веселья. Острые ощущения и веселье гарантированы. Автодром не зря считается одним из самых популярных видов аттракционов. Американский горький дракон – известный аттракцион для всех, кто не боится ветра в своих волосах. Если вы не любите безумие, приглашаем вас на неспешную прогулку на колесе образрения высотой 16 метров. Красочная карусель по мотивам последних сказок для самых маленьких. Это 30 мест на красочных фигурках, подходящих как для девочек, так и для мальчиков. Для любителей адреналина и острых ощущений есть популярная карусель Miami Surf. Сумасшедшие повороты и перегрузки обязательно доставят незабываемые эмоции. Среди аттракционов есть и батуты, на которых с помощью инструкторов можно попрактиковаться в прыжках с парашютом, а также можете выбрать и водные аттракционы, где можно попрактиковаться в сохранении равновесия. Какие прелести и достопримечательности скрывают Вроцлав? Об этом вы можете узнать во время прогулок по городу по маршруту полному сюрпризов, который предлагает галерия Доминиканская вместе с Музеем архитектуры во Вроцлаве. В рамках совместной акции «Открывай Новый Вроцлав» жители и туристы имеют возможность познакомиться с уникальными местами столицы Нижней Силезии и заново открыть для себя ее архитектуру. Кроме того, они могут принять участие в увлекательной игре и выиграть подарочные карты. Во время этой игры участники должны искать подсказки. После креативно использовав эти подсказки и ответив на вопросы конкурса, можно получить награду. Данная акция продлится до 30 сентября этого года. Для того, чтобы принять участие, вам необходимо загрузить карту с обозначенным экскурсионным маршрутом в приложении Google Maps. У каждого, кто решит принять участие в игре, есть шанс выиграть повеликательный приз. Самые креативные получат одну из 43 подарочных карт на 250, 150 и 100 злотых, которые можно обменять в магазинах Галереи Доминиканской. Победители также получат оригинальный путеводитель по городу с пазлами креативный Врослав. Каждый человек, подписавшийся на рассылку новостей в это время, получит магнит с иллюстрациями достопримечательностей Врослава. Результаты конкурса будут объявлены 7 октября 2020 года. Врослав – это один из старейших, самых интересных и красивых городов Польши, заслуживающий популяризации и демонстрации своих архитектурных и туристических ценностей. Поэтому акция «Открывай новый Врослав» – это прекрасная возможность познакомиться с городом немного по-другому. Это были новости недели. Смотрите нас каждую среду, чтобы быть в курсе актуальных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова